Нет, я держу на него зло и на всех остальных преступников из этой группировки, на них на всех держу зло, и все эти люди должны будут ответить по закону, иншаллах. Я стремлюсь к тому, чтобы они отвечали по закону. Да, кстати, его настоящее имя не Магомед, это правда, его настоящее имя Тимур. Изначально он был Тимуром, всю жизнь был Тимуром, но как только стал в этой кадыровской команде более-менее занимать какую-то должность, его почему-то сделали Магомедом. Я подозреваю, что это изменение произошло из-за его розыска, может быть они таким образом как-то обхитрили эту систему. Не знаю, в общем, как это. Томсо Ахмад Хаджи был более умеренный, чем его сын Кера. В последнее время зачастил этот вопрос по поводу умеренности Кадырова-старшего и большей радикальности Кадырова-младшего. Я не знаю, почему идет эта пропаганда, что ли, или это вбросы специально делаются. Кадыров-младший является продолжателем пути своего отца. Он не внес ничего нового. Поэтому нет, Кадыров-старший был ничуть не лучше своего сына. Ничуть. Все то, что сегодня вы видите в республике, было начато при Кадырове-старшем. Пытки, унижения, вот эти вот все моменты там. Тогда еще было модно слово зачистка. И вот эти вот зачистки, тогда их проводили федеральные войска. Уже тогда Кадыров переломил вот эту ситуацию, и эти зачистки стали проводить его так называемые кадыровцы. Слово кадыровцы появилось именно при Кадырове-старшем, не при младшем. Эти СБ, вот это вот весь этот беспредел. Чеченцы, пытающие чеченцев, чеченцы, убивающие чеченцев. Это все появилось при Кадырове-старшем. Ничего, вот я не смог найти ни одного пункта, который был бы привнесен в этот путь Ахмата Кадырова, Кадырова-младшем. Я не нашел. Так что нет, он не был ничуть умереннее Кадырова-младшего, он не был. Томсо, когда власть в РФ и Чечне падет, и ты сможешь свободно приехать на свою родину, возьмешь ли ты спрос с Ислама Кадырова, с которого и начался твой новый путь, или ты уже не держишь зла на него? Нет, я держу на него зло и на всех остальных преступников из этой группировки. Я на них на всех держу зло, и все эти люди должны будут ответить по закону, иншаллах. Я стремлюсь к тому, чтобы они отвечали по закону, по нашему закону. Я очень хочу, чтобы они отвечали. Так что нет, конечно же, ни я, ни в целом наш народ им этого не простил. И не простит никогда. Расул, а Ханбиев-то редкостный нацист, особенно в сторону дагестанцев. Кроме того, что говорил про Анзора, помню, как он в 99-м называл карамахинцев и чабанмахинцев террористами, подлежащими уничтожению. Я думаю, таких товарищей, как Ханбиев, их вообще слушать смысла нет. Сейчас он будет говорить все то, что угодно его хозяевам. Поэтому, ну, что его слушать? Только ради прикола можно его послушать, какой-нибудь мемчик с ним сделать. По исламу очень важно, чтобы государство обеспечило безопасность граждан. В Ичкерии этого не было сделано, и люди отвернулись от Ичкерии. Это неправильная оценка, потому что Ичкерия до Первой войны. Это один этап. И там была обеспечена безопасность. Война, во время войны, разумеется, мы не можем обеспечивать безопасность граждан. Их убивают, их убивает враг. Но даже в этой ситуации, как могли, пытались защищать. Далее, межвоенный период, это два-три года, там просто не успели все это наладить. Плюс было очень серьезное противодействие от нашего врага. Очень странно, когда вы подобные требования выдвигаете. Вы посмотрите, этот же период, допустим, после Второй мировой войны, вот с 45 по 48, например, год. Обеспечивалась ли безопасность в полном объеме в Германии, например? Была ли такая полностью разрушенная страна, проигравшая войну, там обеспечивалась, как вы думаете, безопасность? Была ли это та Германия, которую вы знаете сегодня? Ну, конечно, нет. В моде требования, вот это завышенное требование к чеченцам, оно просто очень несправедливое. Да, кстати, его настоящее имя не Магомед, это правда. Его настоящее имя Тимур. Изначально, в общем, он был Тимуром, всю жизнь был Тимуром, но как только стал в этой кадыровской команде, там, более-менее занимать какую-то должность, его почему-то сделали Магомедом. Я подозреваю, что это изменение произошло из-за его розыска. Может быть, они таким образом как-то там обхитрили эту систему. Не знаю, в общем, как это. Но да, его, конечно, зовут Тимур. Но так как по документам сейчас он Магомед, поэтому мы его называем Магомедом Иудовым. До этого называли его также и Магомедом Даудовым. Я думаю, в этом имени какой-то особой проблемы для нас быть не должно. Сколько людей с этим именем, как бы очень нехороших, отвратительных людей, тот же, возьмем того же Хамбиева, его же зовут Магомед. Тумсо, возникает ли иногда зависть Кадырову? Человек все-таки мастер спорта по всем видам спорта, обладатель наивысшего образования, пилот вертолета и заслуженный сказочник РФ. Честно говоря, нет, зависти не возникает. Тумсо, чем закончилась история с Кадыровскими кроповиками? А ничем она не закончилась? Ребятам дали кроповые береты, несмотря ни на что, они теперь кроповики. Все, вопрос замят. Бывший Гурон. Ассаламу алейкум марш вогрил броу. Алейкум ассаламу рамуту Аллах баракату. Аллах арсалам маршал Халил. Бывший Гурон. Аллах арсал Халил. Тумсо, на ютубе, похоже, война намечается. Отвлекают тебя от Кадырова. Ну, на протяжении всей моей деятельности пытаются это делать. К сожалению, есть эти нападки с разных сторон. Но, хвала Аллаху, по крайней мере, мне они еще никогда не мешали и не навредили. Это в целом, конечно, нехорошо, неприятно, но вредят они сами себе. Субтитры создавал DimaTorzok